Наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети ТОР является возможность ее широкого использования в преступных целях, в частности она используется для управления ботиньотами, программами, вымогателями, дроенскими конями, отмывание денег, компьютерного терроризма, незаконного оборота наркотиков, нелегального оборота оружия, тиражирование вредоносного программного обеспечения, распространение нелегальной порнографии, организации хакерских атак и заказных убийств. Скисто-аналитик Алекс Бирюхов совместно с коллегами из Люксембургского университета в своем исследовании «Content and popularity analysis of top hidden services», опубликованном 29 июля 2013 года, Сделал вывод, что из 20 самых посещаемых сайтов в сети ТОР-11 являются контрольными центрами годников, а 5 представляют собой порно-сайты. Кроме того, исследователи выяснили, что наибольшей популярностью у пользователей ТОР пользуются ресурсами, позволяющие осуществлять куплю-продажу биткоина. Сотрудники университета Карнеки и Милон в своем докладе «Нежринер Дэнон Гитридинал и Волу Ашинок» и «Онлайн-анавирус-маркет-класс «Экосистем», представленном на 24-м симпозиуме «Ном-синих» под безопасностью. Выяснили, что ежедневный доход от нелегальной торговли на подпольных рынках, размещенных в скрытых сервисах ТОР составляет от 300 000 долларов США до 500 000 долларов США в ответ разработчиков, заявляя, что в процесс его криминального использования невеликие компьютерные преступники гораздо чаще предпочитают для противозаконной деятельности средства собственного изготовления. Будь то взломанные прокси-серверы, бэтметы, шпионские или троянские программы, следует отметить, что «Зетортоджик» и «Совместность» с «Биткоин-полундичем» «Тренд-микро» с фондом Билла и Милинды Гейтс, Институтом Картона, Рукин, Институтом Агентством США по международному развитию деталов входит в рабочую группу по вопросам цифровой экономики, диджитал-экономика, спорс. Созданную по инициативе ICMSI «Тонсон Риэлтерс» для выработки решений по противодействию компьютерной преступности.